И блины, и самовар, и веселье хоть отбавляй. Проводы зимы на Ильинском пруду ежегодно проходят с широким масленичным размахом. Здесь, в живописном окружении вековых сосен, встречаются жители поселка. Приходят с целыми семьями. Этой традиции около 10 лет. Но в этом году масленичных гуляний ждали с большим трепетом. За период коронавирусных ограничений все очень соскучились по живому общению. Это возможность все-таки отвлечься от тех проблем, которые есть, от тех будничных дней. И возможность еще раз встретиться, пообщаться, потому что уже на протяжении многих лет люди здесь знакомятся, встречаются, общаются. Это очень здорово. И самое главное, мы показываем пример нашим детям, что мы вместе. И вот эту атмосферу, ее ничем не заменишь. У нас очень хорошее настроение. Мы всегда любим этот праздник. Всегда приходим сюда, всегда выступаем. И потом празднуем вместе с нашими любимыми жителями Ильинки. А какие они, эти жители? Наши жители замечательные. Наш такой красивый поселок могут создать только такие красивые же жители. Умные, талантливые. Вообще, наша Ильинка самая лучшая. Мы с калачами пришли, с блинами, с пирогами. Сейчас будем чай пить. Кто там едет? Кто там едет? Кто там едет? Посмотри, она хромает, она кобыли. Это ж наши скобари. Скобари народ потешный едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Для радости много не надо. В масленицу простая сковорода и блины испечет, и мишенью послужит. Поднятая с земли палка может превратиться в клюшку, а подушка вмиг может стать весомым оружием. Ряд забав развернули на Ильинском пруду для гостей праздника. Игры были рассчитаны на разные возрастные категории и физическую подготовку. Программа действительно у нас, она всегда больше, чем, наверное, у других. Мы начинаем с 15.00 и до 21.00 часа. Тут различные коллективы, сейчас выступают наши местные коллективы, школы, ДК «Березка», музыкальная школа. Потом будут артисты из Москвы приедут. В завершение программы у нас фаер-шоу, такое огненное шоу. Очень все ждут, всем это очень нравится. Конечно, мы сожгем вот замечательную масленицу, которую мы сделали своими руками. У нас будет большой костер. Наши впечатления замечательные. Больше всего нравится самовар-качели. Надеюсь, мы до них зарастем в скором времени. Мне вообще очень здорово устраивает здесь праздник. Ну, я еще пока что не успела еще чуть-чуть поиграть, но я успела поиграть в кидание мешками в сковородку. А конкурсы, песни тебе какие больше понравились? Ну, которые сейчас песни вот играют. Мне вот эти понравились песни. Замечательно очень. Весело, хорошо. Все супер. Ну, все как обычно. Каждый год все нравится. Каждый год здесь бываем. Все здорово. Тут даже и сказать нечего. Наш Демин – замечательный человек. Все шикарно. Всегда весело. Широкая масленица 2021. Для гостей и жителей поселка Ильинский запомнится атмосферой дружбы и веселья. И никакие природные явления, как снег и ветер, не способны повлиять на это всеобщее позитивное настроение. Наш главный руководитель поселка, мэр наш, любимый Демин, всегда в масленицу вкладывает много энергии, финансов. Я хочу сказать, что нигде такой масленицы нет. В каждом ДК выступают только самодеятельные коллективы. А у нас и приглашенные. У нас такая интересная масленица, которая нет нигде. Это говорим мы, потому что мы самые здесь старшие, самые, наверное, опытные и много повидавшие. За последние годы мы стали дружнее. Мы проводим для этого определенные мероприятия с привлечением наших детей. И атмосфера в нашем поселке, она действительно теплая, душевная. Благодарю наших жителей от всей души, что мы вместе, что мы едины, и все трудности преодолеем обязательно вместе. Марина Миткевич, Сергей Григорьев, для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова